Слышь, зятёк, отпусти меня отсюда. Не выпустишь, я дочке скажу, неделю без секса сидеть будешь. Ошибаетесь, Марина Францовна. Пока вы здесь сидите, это и означает, что у меня будет долгий и качественный секс. Ага, может у нас даже внуки появятся. Слышь, зятёк, не отпустишь? Месяц на рыбалку не пущу. Опять ошибочка. Пока вы здесь сидите, это и означает, что у нас открывается месячник рыбалки. Правильно, с ночёвкой. Я уже палатку взял. А я вам спиннинги сломаю. Опять промашка, Марина Францовна. Отсюда вам будет очень тяжело попортить наши рыболовные снасти. Тем более, мы их уже давно перепрятали. Ну ладно, ладно, Саня, выпускай. Я всё поняла. Не-не-не, Марина Францовна. Второй раз на эту фигню я не поведусь. Вы же сами меня попросили, пока вы сидите на диете, вас проконтролировать. Ну я ж не знала. Ну шо ж не знали? А вот же расписочка есть. Любыми методами оградить от еды в период с 18 до 7 утра. Вот эту записку я подписала в состоянии аффекта. Ай, Марина Францовна, я на дочке на вашей в состоянии аффекта женился. Я ж знал, что вы меня мучить будете. Ах, наглец. Выпускай меня, зятёк, выпускай. Оп, а вот и времечко. Пойду-ка я спокойненько в футбол посмотрю. Правильно, правильно, с товарищем по работе. Да, а потом, может быть, поеду и внука вам заделаю. Правильно, с товарищем по работе. Сам заделаю, со своей женой. Пожалуйста. Выпускай меня, зять, отсюда, выпускай немедленно. Так, всё, Мариночка Францовна, спокойной ночи вам, мы пойдём. И пусть вам приснится ваш любимый борщ. Выпустите меня отсюда, я вам ночью решётку всю эту перегрызу. Грызите, грызите. На троих. Туки-туки. Ай, мой страстный. Ну, сам мой хрипушечка, а то похрипеть. Ай, я, 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 я... Ты, ты, ты со мной похрипишь. Смотри, что у меня есть. Значит так. Вот это, смотри. На тебе. На, классно, да, моя зайка. У меня, у меня капельница. Хрен с ней! Смотри, что у меня есть! Классно! Ой, ну ты, конечно, и молодца! Вот это даже халат не дал сняв! Спасибо вам, сестра. Да, я не думал, что медицина настолько далеко зашла. Скажи, а что раньше у тебя такого не было? Нет, ну вот, прям такого, чтобы медсестра вот так... Да я сама охренела! Филиппова! Что? Ты что здесь делаешь? Шо, вы же сами сказали, идти в палату к зам мэра в три-четыре-три. Зам мэра в четыреста тридцать четвертый, это этажом выше! Ты ж вроде должна знать его в лицо! Да хрен их кто поймет! Слышишь, у этих там замов у него хоть это попой жуй! Ты понимаешь, что тебе здесь вообще находиться нельзя? Человек в тяжелом состоянии! Нет, доктор, вы знаете, мне гораздо лучше. Я уже сам пойду, наверное. Куда? Вам нельзя? Мне можно! Мне можно! Мне можно! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-па-пам! Филиппова, ты понимаешь, что ты только что сделала? Что? Ты безнадежного пациента на ноги поставила. Филиппова, так может, к нам на полставочки, а? Хорошим я делом занимаюсь! Правда, платят у нас немного, но техосмотр ежемесячно бесплатно! Ну что, Филиппова, подвигайся! Вы мне меня на ноги ставите! Давай! Эх, Филиппова! На троих! Лиша Красантьевна, вызывали? Да, дядь Мить, вызывала. Ты знаешь, в нашей школе есть одна большая проблема. Ты, наверное, догадываешься, о чем я говорю. Знаю, знаю. Пиво в столовой не продают. Это трагедия. Нет, нет. Я сейчас говорю о посещаемости. Наши ученики систематически прогуливают уроки. Да вы что? Что ж вы мне не сказали? Да я бы живо с ними справился. Странно, что ты ничего не знаешь, ни о чем не догадываешься. А прогуливают-то они. Твой урок. Да? Угу. А, так я думал, классы такие маленькие, по два человека. Ну там, рождаемость упала. Дядь Мить, не придуривайся, я тебя очень прошу. Лучше сядь и подумай, как нам увеличить посещаемость. Так я знаю как. Пиво надо в столовке продавать. Темное, светлое. Детишки потянутся. Задолбал ты уже со своим пивом. Этого не будет никогда. Думай давай. Делай что хочешь, но чтобы ученики ходили на труды. Если что хочешь, то есть идейка у меня уже. Все кроме пива. Тогда мне надо подумать. Крепко подумать. Желательно с пивом. У меня на двадцать минут. Дядь Мить, вот ты в своем уме, а? Пригласить в школу стриптизершу. Надежда Константиновна, вы сами сказали. Вернуть детишек в школу любым способом. Я выбрал самый верниковый. Знаешь что, проводи девушку на выход, а сам возвращайся ко мне писать объяснительную. И халактиком ее прикрой, пожалуйста. Зря вы так, Надежда Константиновна. Потому что эта персона подняла посещаемость в школе до девяносто девяти процентов. Ну, если потом... Подожди, подожди, подожди. Это правда? Правда. Правда. Трое с температурой пришли. Один в гипсе. Слушай, ты свободен, а вас я, девушка, попрошу остаться. То есть дядя Митя не нужен уже? Ну, пока нет. Тогда халактик заберу? Забери, забери. Я прошу прощения. Вы бы не могли прийти в школу завтра? Ну, могла бы, а что надо? Вы понимаете, у нас в 20.00 родительское собрание. Они очень плохо сдают на ремонт школы. Я думаю, что с вашей помощью мы соберем деньги за ремонт, а? Да, я могу еще подружку пригласить. Не надо. Подружку мы оставим, когда будем собирать на ремонт спортивного зала. Ну, тогда чао. Чао. До свидания. Софья Николаевна, это я. Обзвоните, пожалуйста, всех родителей и скажите, что у нас завтра родительское собрание, и чтобы пришли только папы. Вы меня поняли? Угу. Выполняйте. Хорошо. Водичка сегодня шикарная. Может, пойдем скупнемся? Меня Женя зовут. Я говорю, пойдем скупнемся. Водичка классная. Понятно. Найти телочек поблизости. Ой, какой прикольный чувак, друзья, просится. Так, интересно, откуда он? Я тут на пляже. Прикол, он тоже тут на пляже. Так. Может, пойдем покупаемся? Пока не хочу, может, чуть позже. Ну, может, тебя просто кремом намазать? А? Чего я подожду? У тебя телефон скоро сядет. Блин, телефон садится. Хорошо, что мне всегда с собой планшет. Угу. Блин, тут есть нормальные люди, с кем пообщаться можно, а? Ну, я могу. Так ты, то есть вы же книгу читали? Чего тут читать-то? Тут картинки одни. Камасутра. Ну что, пойдем скупнемся? Эээ... Нет, к сожалению, я, извините, не могу. Мне надо дописать сообщение одно очень важное. Да ладно, пойдем скупнемся. Потом спину мне кремом намажешь, а там и книжку почитаем. Идем. Помоги. Тебя! А что вы себе позволяете? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Извините, пожалуйста, больше такого никогда не повторился. Никогда. Я пошутила, дурачок. Продолжай. Боже, что ты делаешь? Ну, в шкаф без брюк и рубашки муветон. Быстро в шкаф, а то он тебе этот муветон твой оторвет. А, все-все-все-все, извините меня. Виктория Сергеевна, могу ли я войти? Да-да, Иннокентий Вениаминович. Вы одеты? Ну что, право, конечно, да. Я вхожу, с вашего позволения. День добрый. Здравствуйте. Душа моя, моя законная супруга, моя муза, мое вдохновение, моя... Боже мой. Что? Что я вижу? Что? Это... 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 Даже не нужно применять дедуктивный метод для того, чтобы предположить, что в данной комнате только что находился мужчина. Ах... Виктория Сергеевна... Да? Я, как законный супруг, желаю и даже требую знать, где ваш любовник находится в данный момент. А я не знаю. Может быть, вам показалось или вы что-то перепутали, а вот... Будьте здоровы. Спасибо. Ну что ж, этот чих о многом говорит. Я даже боюсь представить, что сейчас будет. Таша, не надо. Не сдерживайте меня, история. Теша, я прошу вас. Виктория Сергеевна... Теша! Уже слишком поздно. Что сейчас будет? Разрешите войти? Я прошу обращение, но я вынужден вам отказать. Дело в том, что я не хотел бы, чтобы вы меня видели в нижнем белье. Я настаиваю, потому что в данный момент я разносадован и даже близок к гневу. Поэтому... И я сделал все, что мог. Не утверждайте себя. Я выйду сам и покажусь вам воорчую. Извольте. Здравствуйте. День добрый. Ну... И чем? Он лучше меня? А, я все понял. Все дело в зрении. У него минус пять, а у меня плюс пять. Неужели женщины интересуются лишь диоптриями? Ну... Получается, да. Вы не представитесь? Поликарп. А по батюшке? Поликарп. Поликарпович. Иннокентий Вениаминович. Очень приятно. Взаимно. Слушайте, очкарики. Может, вы хотя бы ради меня морды друг другу набьете? Морду. Я крайне раздосадован слышать от вас такие выражения в приличном обществе. Да. Я думаю, мы найдем более цивилизованные способы решить этот спор. Интересно. Может, вы изволите одеться с нами, дама? Ой, извините. Извините. Да уж. Давай, бей! Бей его! Сожри! Ну! Шах и мат. Да. Ну что ж, я вынужден признать, что я повержен. Ну что ж, я в свою очередь хочу вам сказать, что сейчас вы покидаете эту комнату поверженным, а я остаюсь с высоко поднятой головой. Эту обиду я не забуду до конца своих дней и буду вспоминать ее на смертном адре. Не буду вас задерживать. Спасибо за игру. Это был сильный бой. Честь имею. Виктория Сергеевна, только что я сумел отстоять вашу честь. Мою честь надо было отстаивать в десятом классе, но я завелась. О боже! О боже! И кто я, Сергеевна? Я не слышал таких слов из ваших уст уже очень давно и вынужден признать, что они крайне приятны для некоторых зон моего эпителия. Просто раньше мужики за меня морды друг другу били, а теперь в шахматы играют. Иди ко мне, мой неандерталец. На краях! Он наркоту привозил прямо в себе. И что? Обычное дело? Обычное, да. Необычное. Он перед досмотром так испугался, что и досмотр проводить не пришлось. Здравствуйте. Меня к вам направили на досмотр, сказали. И правильно сделали. Очень вы подозрительный персонаж. Сумочку. Сюда? Сюда, пожалуйста. Что в сумке? Оружие, наркотики, драгоценные металлы везем, а? Нету, нету такого. Значит, не везем, да? Драгоценных металлов, значит, у вас нет. А это что? Это золотая медаль. А декларация у вас на золотую медаль имеется? Нет, конечно. Я ее на чемпионате мира выиграл. На ком чемпионате мира? По шашкам или по заиканиям? По карате. По карате? По какому? По детскому? В ультрамалом весе? Если ты чемпион мира по карате, я чемпион мира по синхронному плаванию. А я чемпион мира по тяжелой атлетике. О! Я рад за вас. Скажите, я могу идти? Да, да. Забирай шоку. Счастливо. А медаль? Какая медаль? Не было никакой медали. Слышь ты, только идите сюда. Вы сами захотели. Че? Говорил мне тренер, что медаль защищать придется. Ну, чтоб таким образом... На троих... Дыши, дыши. Хорошо. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Нам, пожалуйста, все по вот этому списочку. Да. Ого. А-а-а! Рожать едете! Да. Логично. Как говорится, первый раз в первый класс. А у вас то мальчик или девочка? Мы решили не узнавать. Потом сюрприз будет. Никакого сюрприза. У нас будет девочка. Нет мальчика. Нет девочка. Нет мальчика. У нас будет девочка! Давайте все успокоимся, а то вы прям тут меня и родите. А вы вот с камерой потому что присутствовать будете, да? Да. Буду все снимать для семейного архива. Вот. Тогда я вам посоветую еще взять небольшую баночку на шатыря. Зачем? Его в списке нет. Поверьте, он вам пригодится. Давайте. Небольшая, да? А большая какая тогда? Не доставайте, я... Давайте. Естальное... Да. Так, начнем. Здрасьте. Здрасьте. О, это вы? Да. А что, родила? Родила мальчика и девочку. Роды были сложные. А, поняла. Спасибо вам. Если бы не ваш нашатырь, я бы вообще ничего не успел снять. Да не, Заша, не вы первый, не вы последний. Поможите в камеру для семейного архива. Я? Хорошо. Только вы крышечку снимите. Что? Крышечку, говорю, снимите. СМЕХ Это что же я, получается, ничего не снял, что ли? Это я... Это... Меня жена убьет. Да. Не переснимешь. Я же это все... СМЕХ На шатыря. СМЕХ На шатыря. И... Бляха-муха, поставили камеры на посту. Что теперь честным гаишникам на одну зарплату жить? Да ладно, если б только на зарплату. Что эти протоколы дурацкие заполнять. Мне б только до пенсии. Дотянуте. О, диви, придурок, несется. Сейчас чья очередь? Моя. На. Привет, Китя. Та ё-моё, шо ж на таких завжди моя очередь. Здравия желаю, инспектор Полянеця. О, у тебя такой длинный, красивый жезл, инспектор. Спасибо. А шо це мы так быстро едемо? Ой, а сколько я там ехал? Сколько, сколько? Шестьдесят девять кеме. Шестьдесят девять? Это мне нравится. Да шо тебе тут нравится? А ну, выходим из машины. Це, между прочим, превышение скорости на девять километров. Так шо составляем протокол. Кем работаете? Я продюсер. Та я бачу. Работаете кем? Ну, слушай, Китя, давай я тебя удовлетворю и мы разъедем все. В смысле? В смысле, деньги нужны тебе? А, деньги нужны. Вот. Я тебе заплачу и мы не будем портить друг другу нервы. Знаете, вот побишем таких продюсеров на нашей трассе. Дайте я вас обниму. Нас снимай, я скрыта камера. Аккуратно положи мне гроши в задний карман. А вас не смущает, что я гей? Грощи не пахнут. Давай. Ага, понял. Давай. Хорошо. 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 Вот. Хорошо. Сержант, у тебя все нормально? Да, все хорошо. Вот друга встретил. Не знал я, что у тебя такие друзья. Ну, давай, заканчивай тут швиденько и до меня. А? Ну, что, положил? Да, положил. Что ж там мало? Откуда вы знаете? А я чувствую. У меня это место на гроши очень хорошо натренировано. Ну, ладно, вот и все. А что ты свитишь, кинь? Поехали, Муха, я сам достану. Ой! Сержант! Тебе все нормально? А, да, да. Товарищ же еде, оставляя после себя очень приятные воспоминания. Китя, я твоего друга уже удовлетворил. Может, я и тебя удовлетворю? Соглашайся. Двести гривень на дороге не валяются. Да нет, я лучше на зарплату поживу. Чего? Китя. Якая тебе китя? Я заплачу. Так, брысь отсюда. Брысь, я сказал. Китя. На троих.